Всем привет, дорогие друзья! Доброе утро! Сейчас 9.27, третий день после кесарево сечения. Я сегодня чувствовала большую боль с утра в районе шва. Также кишки у меня как-то так хватали. Вчера я выпила сироп, который мне врач сказала, чтобы не делать клизму. Но что-то пока безрезультатно. Также у меня, естественно, кровило и болела поясница тоже. Точно так же, как и во время менструации. И вчера вечером не было этой девочки, которая меня могла поменять. Я ждала до утра и уже говорила, давайте, когда уже придет эта санитарка, чтобы меня нормально помыла, обработала. Ужасно чувствовала себя какой-то грязной, честно. В дом они и пришли, две девушки-санитарки, меня помыли. Она сказала в душ, и я никак не смогу сходить. Я хотела с нее сходить в душ, так как меня отключит этот катетер. И хоть чуть-чуть сполоснуться. Ну, я понимаю, шов там мочить не надо, да, там, ну, хоть как-то. Потому что я вся липкая, мокрая. Они сказали, нет, душ нельзя пока. Я говорю, ну, хотя бы протрите меня. Они меня ватой с водой вот так вот протирали все тело, но хоть чуть-чуть полегче. Они мне еще косу вон переплели, нормально сделали, хоть порядок навели мне на голове и переодели меня. Поменяли там все, что надо. Сейчас сделали мне обезболивающую и еще инъекцию. Всю ночь я была без всяких капельниц, отдыхала с малышкой. Также, может быть, многие знают, во время беременности нельзя есть папайю и ананасы. И когда был сезон папайи, блин, как мне хотелось. Все в Индии ели. А я не ела. Я люблю папайю больше, чем манго. И вчера я говорю Рокиту, все, пожалуйста, принес мне папайю. Он мне раз в десять переспросил, тебе точно можно? Что тебе вообще сейчас можно? Я говорю, сейчас диета пожестче будет, чем была вообще во время беременности. Во время беременности у меня особой диеты как бы не было. Я ела, в принципе, все, что хотела. А сейчас меньше шоколадки ничего. О, малышка моя. О, не могу тебя взять. Сейчас папе возьмет. Рокит пошел в магазин. Говорит, следи за малышкой нашей мамы, как я могу следить. Слышал? Положите мне ее. Со мной лежит моя куколка. Так вот, я вчера поела папайю с таким удовольствием. Вообще, такое наслаждение получила спустя много месяцев. Я думаю, меня кто-то поймет, кто что-то хотел во время беременности. Нельзя было. А потом после беременности этого наелся. И я половину папай съела. Еще половина в холодильнике лежит. Я просила Рокита овсянку. Но в этой эре, возле больницы, вообще ни в магазинах нормальных, ничего нет. Но я не в курсе, я не выхожу. А они там, не знаю. Он сейчас пошел в другую сторону. В сторону аптеки. Я говорю, купить ресурску малышке, потому что у нас большая слишком. Я говорю, может, найдешь овсянку. Как раз молоко у нас есть. Ну, или на воде сделать. Хоть как-то перекусить. Потому что чай, бисквит – это да. Фрукты я ем сейчас. Йогурт вчера поела. Но нужно еще налаживать туалет. Это, конечно, проблема с моим кишечником. Так что сегодня у меня утро было достаточно тяжелым. Без обейсбола. И плюс, когда еще не было этих санитарок. Ну, они мне пришли, помогли, подняли меня, посадили, переодели, помыли. В общем, даже легче сейчас стало немножко. И постоянно меня тянет в сон. Постоянно. Не знаю. Чувствуется недосып. И вообще, глаза постоянно сонные у меня. С малышкой, в принципе, мы спали сегодня без плача. Ну, именно так, нормально. Часов пять, в принципе, нормально еще. Я думаю, это хорошо. И потом она, конечно, заплакала. Мы ее кормили. И он не поймет, у меня молоко есть в груди или нет. Он говорит, так, давай смеси дадим. Я говорю, нет, лучше просто грудным молоком кормить. В общем, и мы миксуем пока что. Чуть того молока, чуть-чуть моего. Потому что я еще не могу понять. У меня есть много молока или оно мало поступает. Плюс как-то надо сцеживать. В общем, я сейчас буду читать инфу о грудном вскармливании. Как это все там проводится, делается. Нас моют палату каждый день. Хотя после нас и так чисто, но хорошо. Нужна обработка. Подружка пришла, меряет мне давление. Это ее орнамент, форчекинг Би-Пи. Би-Пи из бут? Давление моргой? Бут? Би-Пи. Да, да, говорит, все нормально. Сто, сто два на шестьдесят. Ну, это, в принципе, мое давление. Это слегка понижено, но у меня всегда такое. То есть, нормально, сзади цветочки. Там они уже в воде, но я еще говорю, лохи, то поставить в нее воду. Такая вчера девочка пришла поздно, и мы не нашли ни бутылку, ничего. Поставим сегодня. Вот, и попозже уже, после еще одной капельницы вот этой, я смогу погулять по палате. Она сказала, врач сказала одеть бандаж. Они мне дали вчера бандаж после родовой. И, говорит, тогда попросишь санитарок, и они тебе отключат этот потетер этот, и погуляешь во палате. Голючие немцы прогружаются. Ну, вчера с девочками разобщались, так, она говорит, у нее три брата. И она училась на медсестру два года здесь, и платила в месяц 70 тысяч лупий. Вот, это киняки. Ай, ну, это больно. Отходнячок от кесарева, конечно, это не шуточки. Болит все, просто. Ну, низ живота, конечно, шов. Вот вообще. Вчера пришли два доктора вечером. Я думала, ко мне. А тут они говорят, мы возьмем у малышки кровь. Боже, у нас с Рохи там такая истерика просто была. Мы так переживали. Рохи говорит, все, я выйду, я не могу вообще смотреть, я выйду из палаты. Вышел из палаты, я смотрю эту ручку, она еще спала. О, привет. Овсянка, бананы, самузы купил для бабы. Ой, в общем, и я смотрю, эту маленькую ручку берут, и подумают, где вы там вены найдете. Ну, там маленькие-маленькие вены. И она, представьте, не пискнула вообще. Вы делаете с милкой или как? С милкой. С милкой? С милкой. С сгуром или с сенью? Я не с сенью. С с сенью. С сенью? Да. Сейчас говорит, сделает овсянку с молоком и с медом. В общем, так, продолжу историю. В общем, не могла я на это тоже смотреть. И Рохи тоже такой заглядывает, думаю, почему вообще ни писка, ни плача, ничего нет. Представляете, насколько она сильная у нас девочка? Ну, вы знаете, она, наверное, у меня такая сильная. Вообще ни слова. Не всплакнула ни разу. И у нее взяли кровь. Потом еще и обработали ручку чем-то. Это тоже больно было. Антисептиком специальным, ну, для деток. И тогда она так чуть-чуть пахныкала, буквально минутку, даже меньше, наверное. И снова легла спадки. Я вообще, мы просто в шоке были. Врач говорит, она у вас героиня. Потому что обычно дети орут безумно. Им это больно. Ну, представьте, с вены взять кровь. Взрослые не все вытерпят. Там Рохи тоже боится этого всего. А малышка вытерпела. Взрослые не все вытерпела. Все вытерпела. Да, для меня девочка с моей мочевой позиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Такая у меня овсяночка с бананом и медом. И сейчас не поменяют мою инъекцию. Снова в другое место уколят. Ребята, вы будете шокированы. Мне, короче, разнесло руку. Просто разнесло руку после капельницы. Потому что, видно, было согнуто на мне было. Продолжение следует... 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 типа все лекарство там скопилось сейчас вот она болит уже через час где-то придет доктор и я ему все это расскажу покажу посмотрим что он скажет на это также сказали что сегодня мои последние мои последние инъекции будут вот это и еще две живот так чуть-чуть побаливает но вот вторая жарю второй раз вставать было больно что вчера что сегодня первый раз вообще нормально даже шаги делать вообще как будто и нет не было операции два дня назад вот а второй раз конечно больновато и шок болит и кишки вообще такое состояние ужасное было ну сейчас вот лежу отдыхаю спать на на все равно что таки буду моей палате показала руки тут чепчики говорю вот чепчики говорю что ты не одел на ребенка я говорила если не в состоянии вообще посмотреть там шушу вещи да какие там я собрала еще не помню я ему говорила день чепчик он там вроде нет я говорю как нет и собирала и он не знал даже что то чепчики но они наверное большие будут на малышку честно уже вот хочется выписаться домой с ребеночком знаете обычно я приезжала с больницы с животом опять и все уже там продавцы да внизу у нас они уже смотрят думают когда она родит уже когда но в этот раз уже мы приедем пятером борьба с комарами вы увидели как он только что убивал комаров вопросы и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok